Здравствуйте! Господи, благословите занятия. Не дай уклониться ни на право, ни на лево от письма в понимание Божественных слов Твоих. Прибудь с нами на сей вечер благодатный. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Петра. Третья глава. Третья-четвертая стихи. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где предавание пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Полкование. Вы не верите прочим спасительным заповедям Господа, как желают и домогаются люди злонамеренные. Так пустословили гностики того времени именно на Сяне и Лампетяне и Евхиты. Все они, говорит, не знают, ибо добровольно смежают глаза свои перед истиной. Что же не знают они того, что небеса, согласно книге Бытия Моисея, были из воды? Ибо по словам его, в Бытии 1.6, сам Бог повелел быть тверди посреди воды. Равная земля по повелению его явилась из вод же, в который прежде была погружена. Равная земля, что поскольку небо и земля состоят из вод, то неожиданно настал потоп. И что как во время потопа последовало разрушение через воду, так и теперь предлежит разрушиться всему через огонь, с чем вместе погибнуть и нечестивые. Две главные стихии Вселенной – вода и огонь, от которых получают Бытие еще две стихии – воздух от испражняющихся вод, а земля от вод сгущающихся. Воспоряющихся. Также изгущение сие производится огнем, чему поверит всякий имеющий ум, ибо такую силу получила природа огня от самого Творца Бога. Итак, если только две стихии и первое истребление нечестивых было через воду, то совершенно необходимо говорить, чтобы второе погубление нечестивых совершилось через огонь. Вопросы есть? Я думаю, надо дальше читать. Пятый стих. Вячеслав, читайте. Не шипит микрофон, нормально все. Слышно меня? Да. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Толкование. Из воды, как причины вещественной, водой же, как причины совершительной, ибо вода содержит землю, связуя пыль оной и доставляя ей твердость. А если бы этого не было, то земля превратилась бы в пыль и воздух. Иной пустослов, быть может, возразит нам. Почему же Бог, создавший видимый мир, не создал его от начала твердым? Отчего и нужно возводить его к совершенству при ной через поток, а при кончине мира, как говорит теперь Петр, через огонь? Такому скажем, во-первых, то, что миру нельзя быть неизменяемым. Ибо как будет иметь неизменяемость то, что получило бытие через перемену? Ибо он приведён к бытие из небытия, чего ни один благоразумный не назовёт непеременную. Поскольку же изменение к худшему дошло до самого худого, то Творец, с большой буквы, мира, чтобы возвести к лучшему, по необходимости совершил очищение его при ное посредством воды, а при кончине совершит посредством огня. И мы имеем обыкновение подвергать некоторые вещи действию огня, не для того, чтобы уничтожить их, но для того, чтобы придать им чистоту и блеск. В этом, вероятно, никто не усомнится. Подобное и Бог обещает сделать при кончине века посредством огня. Лишнее и бесполезное для будущего состояния людей он уничтожит. Например, растения, скот, лес. Так существа, ненужные для нетленной жизни, уничтожатся. Если же так, то напрасно пустословят те, которые утверждают, будто этот видимый мир от начала был нетленным. Если бы кто вздумал также рассуждать и о существах мысленных, поскольку и они приведены в бытие из небытия, таковой пусть поймет, что самая простота, несложность их, поручается за неразрушимость и за близость их по самому бытию к блаженному и божественному естеству. Вопросы у кого-нибудь появились? Походу. Игнат Тихонич, что-то можете добавить или дальше пойдем? Не добавить, а поразмышлять. Относительно воды людям понятно было. Потопы, а реальные местные разливнила, ну как в разных там сейчас находят, в раскопках, это общее мнение, что был потоп, но был он где-то определенный или по всему миру. То, что все вершины самые высокие, как Эверест, были покрыты минимум на 7 метров, ну почти локтей там не верят многие в это. Куда же была вода делась, это сказать страшно. Написано, и рассуждения кончились. И поэтому приготовляют, а то могли поверить, если потоп был бы. Но к огню, где огонь, как, когда столько воды. А вот сейчас постепенно к тому подводятся, чтобы люди верили. Показывают, какие тысячи градусов, как взрыв какой получается, как все спекается. Где человек был, только тень остается он, Хиросиме. То есть Бог заранее, медленно подготавливает планету к тому, чтобы люди приготовились к этому, верили. Это Божий принцип такой. Постепенно, но верно. И когда говорят, что погибнет мир от огня, как Петр говорит, сегодня раньше сомневались, сегодня никто не сомневается. Наступил момент. Сто лет назад даже думать об этом не могли. Но относительно доказательства, что нужно было землю смочить, ветром не раздуло, сегодня никто в это и не поверит. А как? Ничего не добавлять. Научиться цитировать Писание. Бог так сказал. Все, вопросы сняты. А это объяснения какие-то, ты их через 5 минут уже не повторишь. Да, они есть. Они даны были для тех людей, которые были там. Но знания сегодняшнего поколения, может быть предпоследнего, настолько уже большие в геологии во всем, что люди слушают это, скажут, объяснение-то какое-то, как первокласс какой-то. Но на то время как раз такое было еще понятно. Сегодня вряд ли кто даже согласится с этим. Но это действительно так. Вот это не доказательство, а любовь Божия, как Бог постепенно, нас к этому приготовляет. Почему, говорят, ребенка надо учить плавать маленько? Вода. Он в воде плавает в утробе, и когда выходит, и дальше это новый мир, другая стихия. Сегодня прям сразу вкунают его в воду. Младенцев учат плавать, и это правильно. Вот так Господь сегодня через огонь, везде огонь, где ничто не включи, огонь и огонь и огонь. И даже рубашку снимаешь, и то она сверкает огнями. Это любовь Божия, подготовка к самому великому страшному испытанию. Сгорит земля, и все дела на ней. Отошел. Вопрос можно? Так, ну что, идем дальше. Александр Швырин, можете шестой, седьмой стихи прочесть? Так, сейчас, 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 сейчас. Сергей, кто-то спросил вопрос задать. Ты прослушал или уходил? Наверное, прослушал. Вопрос, пожалуйста, кто-то хотел, задавайте. Да я хотел спросить, земля и материя, это одно и то же? Материя не будет уничтожена, или просто земля, видимо, мир, а материя останется? Отвечает ли вы? Может, преображенная материя будет, как с Крестовым? Или полностью материя будет уничтожена, или просто земля уничтожена, или земля, как материя, будет уничтожена? Нет, преображение, говорит Иоанн Златоус, для уничтожения Бог ничего не приготовил. В это преображение, как старый золотой сосуд, испорченный, треснутый, его расколачивает, заново переплавляет. Из того же золота, но иной сосуд, совершенно не похожий на разбитый. И так будет и здесь. Что сам смысл материи будет другой, иной, вечный. Но вот тело человеческое, оно и сотлеет, но оно опять то же самое тело встанет, не другое. Но только две руки будут, если у однорукового было, и все органы будут на месте. Уродов не будет. Ни Квущич будет двумя руками, двумя ногами. Но только будет тело вечное, подобное его. А как это? Вы считали, тут и написано, что он ничего не может толковать, только о-о-о, подумать страшно, о-о-о. Вот это о, буддийское, оно достигло нас наконец. Все. Спасибо, Христос. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огнем на день суда, и погибели нечестивых человеков. Толкование. Мир погиб через небо и землю. Земля выпустила из недр своих воду, а хляби небесные не спустили воду на землю. Погиб, разумеет, не обо всем мире, но об одних только животных, которые представляют собой как бы весь мир. Ибо созданный без них мир не был бы и миром. Что будет разрушение настоящего мира посредством огня, это мысль не одних только христиан, но и языческих мудрецов. Но скажет иной, зачем созидать мир, если он опять должен обратиться в твение? Такому скажем, что мир не уничтожается совершенно, но разрушится, чтобы обновиться. Почему и пророк говорит, и ты обновишь лице земли. Псалом 103.30. Чувственная тварь по созданию Богом была хороша весьма. Бытие 1 глава 31 стих. А за преступления человека и сама эта тварь покорилась в суете. Римлянам 8.20. То есть, утратила твердость бытия своего. Потом, когда во время потопа стало на земле мало людей благочестивых, мир как бы вторично восстановился и получил начало через ноя и прочие живые существа, сохранившиеся в ковчеге для того, чтобы послужить семенем нового состояния мира. Между тем, род человеческий и тогда не улучшился, но пошел на худшее прежнего, отчего не отвратил его ни закон данный через Моисея, ни пришествия Господня. Итак, поскольку и призвание ко спасению было многообразным, и погибель от непокорности была многоразлична, то необходим будет огненный поток. то необходим будет огненный поток. Простите. то есть разрушение, хотя и не всецелое, разрушение не душ, но и не тел. Ибо всем нам должно явиться пред судом Христовым. 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Не без тел, с одними только душами, но вместе с нетленными телами. Ибо как может быть наказана одна душа без тела, когда она носит на себе сделанное ею через тело. Ибо праведному судьи не свойственно, когда двое погрешили в одном и том же одного прощать, а на другого слагать всю тяжесть спины. Скажем, во-вторых, и то, что и мы посредством огня обыкновенно очищаем нечистые вещи от примеси и восстанавливаем их светлость. Сберегаются на день суда и погибели. Суда тоже, что осуждение. Ну, кто хочет еще поразмышлять, может быть. Можно я попробую? Да. Я думаю, тут как бы мы сейчас имеем как бы двусоставную природу, а там за тлением может быть они как-то соединятся душа с телом. Они же друг на друга влияют здесь. Тело на душу влияет, душа на тело влияет. А там они соединятся и будет нечто цельное такое не такая цельная природа подобно ангельской. Вот может быть так это будет? Ну, здесь сейчас у нас душа и тело вместе. После смерти душа и тело разделяются. Тело склевает, а душа вечность к Богу восходит. А потом при всеобщем обращении наше тело воскреснет и преобразится в нетленное тело и соединиться с душой. И дальше эта бессмертная душа с нашим бессмертным телом будет либо радоваться в раю, либо принимать вечные мучения. Кому как Бог решит. Одних поставит по правую сторону, других по левую. И одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Как это все будет, ну, Библия приоткрывает нам немного, ну, особо вдаваться, я думаю, не стоит подробностей. Как Игнать Тихонович право о, что там Бог нам приготовил любящим Него. Лучше не воображать. Да, главное нам вести жизнь благочестивую так, чтобы действительно сказать плохо, а не эх, что же я мог спасти душу свою, а не хотел. Я думаю, еще дальше пойдем. Так, 2 Петра, 3 глава, 8-9 стихи. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Толкование. Пред Ним бесконечным никакое время не продолжительно, но у Него, с большой духу у Бога, и тысяча лет, как один день. Даже и по словам Давида нет и множества дней, ибо Он так говорит, тысяча лет пред очами твоими, как день вчерашний, когда Он прошел и как стража в ночи. Псалом 89,5 когда тысячу лет употребляет стража ночной, то имеет в виду самый краткий срок, а ночь делится на четыре промежутка. Так Господь по словам Евангелия Матфея 14,25 предстал своим апостолам в четвертую стражу ночи. Пожалуйста, мысли у кого появились. Я думаю, дальше стоит читать тут все взаимосвязанное, потом поразмышляем. Итак, 10-12 стихи. Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихи же разгоревшись разрушатся. Но какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихи растают. Толкование. Чтобы объяснить неизвестность и неожиданность пришествия Господня, апостол сравнивает оно с приходом вора и ночи. Ночь указывает на неизвестность, а вор на неожиданность. Ибо никто, ожидающий вора, не бывает ограблен. посему, и Господь говорит, что как во дни Ноя были люди пристрастные к перам и к бракам, пока не застиг их потоп, так и пришествие Господа застигнет нечестивых неожиданно. Матфея 24, глава 37, 39, стихи. С шумом, значит, с треском, а такой треск обыкновенным бывает, когда что-нибудь горит. Примечай, апостол сказал, земля и дела на ней сгорят, а не люди. Следовательно, он говорит только о погибели нечестивых или их дел нечестивых. Так, пусть ибо путь нечестивых погибнет, а не сам нечестивый. Ну, вот здесь немножко смущает меня толкование, вот самый последний, он говорит, что говорит только о погибели нечестивых или дел нечестивых, а дальше сам нечестивый не погибнет. А впереди только что говорит, что нечестивый погибнет, говорит о погибели нечестивых. Тут же прям противоречие какое-то. Вот еще раз слушайтесь. следовательно, он говорит только о погибели нечестивых или их дел нечестивых. То есть либо нечестивых людей, либо их дел нечестивых. Потом точка запятой. Ибо путь нечестивых погибнет, а не сам нечестивый. То есть дела погибнут, сам нечестивый не погибнет. Я Я же правильно понимаю, оттолковать его только будут двоякое оттолкование. Вероятно, что и нечестивый сам погибнет. Нет, нечестивый не погибнет. Написано, будет исторгнуть как бы из огня. Иеретики, они вот, сложно это место понимают, что вроде как нечестивый спасется. Он спасется как бы из огня для того, чтобы предстать пред судом и вечно мучиться. Никакого спасения нечестивого здесь не говорится. А вот здесь вот толкование меня вот смутило. Говорит о погибли нечестивых. Нет, написано земля и все дела на ней сгорят. А сами нечестивые в последний день будут исторгнуты как бы из огня. Может они как бы сгорят, но не до конца или будут гореть. Понятно. Я думаю, не стоит нам об этом особо рассуждать. Но, коли вот иеретики-то укладывают за это, что есть местописание, может быть, сейчас я найду, напомню, о чем речь-то. Игнати, может, вы проясните, из огня вот, истогнуты. Ты, соответственно, соединил два места, которые будут в разное время. Одно время казнь Божия, а другое кончина мира. Это разные вещи. Всем, говорит, спасется как из огня. Это место толкует Ефрем Сирин. В 12 главе Даниила говорится, что перед престолом протекала огненная река. Но для чего эта огненная река? Об этом не говорит. Святые говорят, через эту огненную реку, которая отделяет людей от престола Божия, на суд Божий все должны пройти через него, через этот огонь. И праведник выйдет, он воссияет, как солнце. И над ним, как ним, написано будет, там, подвижник, мученик, исповедник, страдалец, там, что он у него было. Вот. А грешник выйдет, как головня обгорела из этого, то есть река, и пройти, на тот берег выйти. Вот как это объясняется. А то, что испытание, которое будет огнем, сгорит земля и все дела на ней. Ну, а земля тогда что? Дела на ней сгорят, а земля что такое? Если понимать, что земля сгорает, тогда и про дела не надо говорить, лишнее будет. Конечно, речь идет, земля это и люди. Люди погибнут. Это говорится в откровении. Третья часть зеленой травы, это люди погибшие. Третья часть. Ну, вот считай, 7 миллиардов есть, 2,5 миллиарда должны сгореть. Вот на это примерно держать. Не 50 миллионов, как во второй Великой Отечественной войне. Вот и все. Отошел. То есть сгорят не все. Конечно, не все. Две третьих остается. Когда они хотят сегодня комитет 300 спихнуть 6 миллиардов негодных людей, лишних едоков, у них это не получится. Сегодня говорят все, везде вокруг захватили люди, мирные религии, ислам, так переводится, мирные религии. Ну, и остальные, это все там, иудаизм, буддизм, они все взрывают. Внезапно все кончится. Этого не будет. Вот сейчас такой страх везде, боятся даже из дому выйти во Франции. То, что взрывается даже не знаешь где. В магазине, в автобусе, на остановке, на базаре. И боятся из дому выйти. Это кончится. Почему? Это умышленно делают те, которые идут к мировому владычеству. А тогда бросят один лозунг. Скажите, вам это нравится? Ну, кому это нравится-то? Ну, житя нету. Детский праздник справляют. Дети пришли, дети. На Рождество. Католическое Рождество. Они там загнали автомобиль, рвануло, и там не найдешь никаких детей, никого нету. Ну, кому это нравится-то? А кто это направляет, они скажут, мы сделаем мир. Потому что все будет запечатлено номерами. И все. И придет к власти еврея, и один будет над всем миром. Это их работа. Как говорится, еврейские штучки. Как говорит Никита Михалков. Вот к этому все подойдет. И сейчас к этому все подвигается. А уже суд Божий как будет, там спрашивать не будут, научат, потащат. Но это не надо смотреть. Сказано, чтобы мы знали, что мы это знаем. А как будет, как он выйдет, а как он, не знаем. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Слова Златоуста. Все. Ну, вот сегодня я как раз смотрел выступление Жириновского, который говорит, что мэр Новосибирска, если позволит 1 мая, чтобы была демонстрация, должен подать вас в отставку. Ибо демонстрация под лозунгом «С нами ад». Жириновский говорит, как раз выпадает на Пасху. Это, говорит, не нужно делать. И вот прежде чем революцию сделать, нужно, говорит, молодежь подготовить. Это все Жириновский говорит. А как подготовить? В определенное время вся молодежь должна выйти на демонстрацию. То есть к этому приучить должна. А потом революция и смена правительства. И пошло, пошло, пошло. Мне что, Жириновский прям про Пасху сказал, и что вот это вот все. Это меня даже немножко удивило. Что ли? Вот 1 мая сейчас же не демонстрации перестали это проводить. А раньше что обозначали вот эти демонстрации? «Мир, труд, май». Какие лозунги были-то? Я уже и забыл. Геннадий Тихонович, помните? Да ты же сказал. Ты же сказал. «Мир, труд, май». «С нами ад». Я тогда выходил на демонстрацию, я не знал такого. Что касается Жириновского, сказал. Его дельное предложение. Практически ни одно предложение не притворяется в жизнь. «Популизм» называется. И о нем особенно точно сказал Рамзан Кадыра. Кто и как он. Он умный очень человек. Но говорит то, что никогда не выполнится. А потом, а мы хотели, а вы не приняли. Так ты начинай сам-то делать-то. Иди и работай. Нет. Сколько вокруг него телохранителей стоят? От нее работает никто. Ты посмотри, сколько там причиндалов вокруг него. И везде, везде разговаривает. Все знает решить. А если допустить до власти, он ничего не сделает. То, что делает сегодня правитель, надо молиться, чтобы Господь сохранил их от покушения. Нашего президента и Рамзана Кадырова особенно. Это как ворота запирает. Оттуда все это идет. Неспокойство. А он сказал. Ну, сказал да и сказал. Что-то программа какая-то. Я тоже это говорю. Ну, а толку-то то, что я говорю-то. Реально только кошка на коленях. Чем я распоряжаюсь. Давай вперед. Потом на Живиновском поедем. Спасибо. Так. 13-15 стихи, да? Так. Виталий, следите коленников на мне. Да? Меня слышно? Да, хорошо. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчетесь явиться пред ним, неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Толкование. Господь устроит новое небо и новую землю, новые непосущности и веществу. Ибо если кто строит новый дом, то это не значит уже, что он строит его из вещества, не существовавшего прежде. Нет. Бог однажды создал вещество и образовал его во всевозможные виды и составы, что было необходимо для здешней лишь жизни. А для того, что нетленное, бесполезное и излишне, то он отменит. А что полезно, тому даст новый образ с красотой, нетленной и неувидающей. И дозволит наполнять другой и нетленный мир. Ну и 16-й, 18-й закончим, прочитаем, потом порассуждаем. Как он говорит об этом и во всех посланиях, которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отстать от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. Толкование. Павел написал об этом, когда сказал, благость Божия ведет тебя к покаянию. Именно в 2-4. Если же долготерпение Божие ведет к покаянию, а покаяние для нас спасительно, то очевидно, что долготерпение Божие служит к нашей же пользе и спасению. Говорит неудобовразумительное, что нечестивые проповедуют в извращенном смысле, ибо это значит превращают. Представим один пример из всех их лжетолкований. Апостол Павел сказал, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Время нам 5.20. Извратители предали словам апостола Павла такой смысл. «Будем больше грешить, чтобы больше получить прощение». Делают это они на собственную погибель, ибо как те, которые убивали пророков и апостолов, так и те, которые превратно толкуют речи их, подлежат одному и тому же осуждению. Как их убывали те, которые не желали пользы и спасения ученикам их, так и речи их извращают те, которые не желают, чтобы кто-нибудь получил через них спасение. Своим утверждением называют веру в Господа. Наконец, как первое послание заканчивает молитвой, так и во втором просит им возрастания в вере Господней. Убедилось, где Божие закончили мы второе послание Петра. Желающий порассуждать, пожалуйста. У меня вопрос. Апостол Петр говорит об апостоле Павле. Он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное. А что он имел под этим словом «неудобо-вразумительное»? Что у апостола Павла такого неудобо-вразумительного, что извращали это учение и как-то перетолговали по-своему, что это такое под этим словом имеет в виду апостол Петр? Кто желает ответить? Пожалуйста. По-моему, это о вере он говорит, о вере и делах. Он говорит, что Авраам оправдался верой, а Петр, я думаю, что и дела превращали неправильно, что оправдывается человек только верой, а не делами веры. Я думаю, это место недоразительное было. Ну а я думаю, что здесь связано с первыми стихами. Впереди речь говорится о том, что некоторые люди говорили, что нету пришествия Господня, а было обещание. А раз обещал и не приходит, то и раз. Ну что же вы в него верите-то? Начинают вот этим самым превращать эти писания. Я вот здесь обратил внимание на такое место, что превращают, как и прочие писания, послания апостола Павла. То есть писания апостолов, они принимались, как и писания Ветхого Завета под пророков. Вот и прочие писания. То есть переравнивались к писаниям Ветхого Завета, к Евангелиям, уже тогда, уже в апостольскую эпоху. Вот если это место так понять, как я сейчас понял, это место. Что значит вот неудобо-вразумительное слово? Как понять правильно? К вам, натихо. Я не понял, что ко мне обращаешься. Тут надо же научиться так понимать, что он их называет неутвержденные, и люди, которые находятся как за пределами церкви. Но они пришли к церкви, ничего не знают. Нужно посмотреть по житиям святым, что казалось тогдашнему миру более невразумительным, неприемлемым. Вот это он и говорит. Павел настаивал на том, что самое главное было неприемлемо. Как так? Человек. И он одновременно Бог. Бога человечества, Христа, мир отрисал намертво. И это же самое было и в церкви. Не надо удивляться этому, потому что, мы считаем, в пятом веке, архиереи потеряли веру в воскресение из мертвых. Вот эти отроки, семь отроков в Ефесе, на 180 лет уснули. Они не могли этого понять. Теперь, как мог взять на себя один грехи всего мира, которые до него были и которых еще нету, и до самого последнего человека. Это неудобно вразумительно. А он как раз в этом послании к римлянам подробно все это излагает. Почему Павел не сказал этого о Петре, что у него невразумительно? А у Петра-то было там невразумительного еще больше. Но это в народе было понятно, что он сходил в преисподнюю. Адвентистов седьмого дня еще не было. Вот именно то, в чем упрекали христиан во всех житиях. Во щеловечивание Иисуса Христа. Что он есть искупитель. Как мог спасти тот, который себя не мог спасти? Им прямо эти допрашивали, когда перед Казиус, Екатерину, Варвару они спрашивали. Допрос шел. И в житиях Дмитрия Ростовского это подробно говорится. Павел именно об этом говорит. Почему его больше всего не любят мусульмане? Они его терпеть не могут. И особенно у него это послание к римлянам. За это послание евреи готовы нас всех, говорится, в мешок затолкать. Он говорит то, что неприемлемо совершенно людьми. По порядку он перечисляет. Вот об этом и говорит, что нечто. Во всех посланиях он об этом говорит. Это не тайна, что о вознесении церкви, тысячелетнее царство. А именно вощеловечивание и искупление. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Якова, оно никогда не вызывало никаких сомнений. Делаешь добро, добрый. Вера без дела мертва. Оно настолько понятно, что Мартин Людер просто выкинул это послание Якова. Его даже у них в Библии нет. Насколько оно казалось ему неправдоподобным. Говорит, как будто человек, ничего не знающий о спасительной жертве Христа. Здесь конкретно и четко. Мы себя должны спросить. Павел говорит, нам это понятно? Я скажу православным, это непонятно. Я делаю маленький эксперимент, чтобы это доказать. Ты идешь дорогой. Идут у нас люди с занятиями в университете, где были занятия. Я говорю, к тебе кто-то встретился. И говорит, я гляжу, вы так одеты, интересно. Вы, наверное, верующие? Он говорит, да. А скажите, как спастись? Человек, ходящий на наши занятия, ответит сразу. Но занятия они вели здесь, вот, Знаменский монастырь. Там Капранов, отец Михаил вел, когда занятия. Он задает вопросы самые простые. Что-то булькнуло там. Я не оторвался от вас? Сергей? Нет. Люди не могут ответить на простой вопрос. А наши люди ходили там, ну, немного. Там человек может 10-15. Ну и он показывает, говорит, а ну-ка ответьте вы. Это из нашей группы-то. Ну, наши люди встают, четко и ясно свидетельствуют. И он, хотя он и не расположен был, но он говорит, вот что значит, какой уровень. Как люди знают. А я вас сколько учу, вы не знаете. Вы не знаете. Об этом говорит Дмитрий Смирнов. Я вину отношу именно к учителям. Человека назвать невеждой очень просто. Почему этот человек, когда попадает к сектантам, к мусульманам, эта кличка невежда от него отойдет. Его там научат. Необходимо человеку каждый день это долбить. И вот человек идет, как спастись? Ну как? Надо в церковь ходить. Ну я грешник, я аборты делала. Ну сходи к батюшке, грехи сдай и причастись. То есть отвечает совершенно не по Писанию. Вот через которых я пришел к Богу, Анна. Она по всем монастырям ездила, дом все заложила. Священники хорошие попадаются. И ни один, ни в Печерской лавре, никто ей не сказал главного. Она плачет и плачет. Ее утешают. И попала к сектантам. Она в первый же день узнала, что за ее грех, за ее аборты, как будто бы он сделал этот грех. Страдал Иисус Христос, рожденный Девой Марии. Ну проще некуда сказать-то. Почему ни один священник не сказал? Грехи твои достойны смерти. Но эту смерть взял на себя Иисус Христос. Взял грехи мира на себя. Вот это вот ей не сказали 10 лет. Ни в одном храме. Ни в Москве, ни в Почаево. Даже не верится в это. Но когда приходишь в церковь, то понятно. Купи то, купи там земельки, купи лос-свечку. О жертве Христа практически ничего не знают. Все знают, кровь Христа спасает. В чаши, которые причащаются. Священник в чаши. А о Голгофе-то ничего не знают. На Голгофе на распятие Иисус идет. Струи крови по дороге из раны льет. Нет таких песнопений, как взойдем на Голгофу, мой брат. Это одно баптистское песнопение стоит наших акапистов. Ни одного. Вот об этом Павел все время бил и бил в одну точку. Для людей было это совершенно непонятно. Никогда этого не было. Все знали, надо делать добрые дела, заплатить, барана заколоть, курбан-байрам сделать, поститься, молиться. А он говорит, ничто не поможет. Ты грешник, ты утонул. За волосы себя никто не вытащит из трясины. Никакой тайны здесь нет. Павел говорит, я говорю о тайне, сокрытой от вековых времен. И опять говорит о ваще ловечье Иисуса Христа. Далее. Тайна, о которой говорят ангелы. Они впервые увидели Христа в яслях. Слава Вышней Богу на земле мир, человека и благоволение. Они его не видели. Они его воспитали, воспевали, может, миллиард лет. И вдруг они увидели, обвитый пеленами Девы Марии, он лежит в яслях. И они впервые его увидели, кому они поклонялись. Мы-то сами понимаем ли это, что это совершилось-то. И что это Бог этому не верит сегодня 2 миллиарда мусульман. Они говорят, Иса был, обыкновенно рожден, он умер и вознесся. А раз они не верят, что он умер, Павел говорит, если он не воскрес, то мы еще во грехах. Вот куда надо было направить все учение христианское. Ну, даже вот ходите, когда говорите, главное, повторяю, он умер за нас. Жертву принесена, достаточная для всех людей до последнего человека, даже до Антихриста. Вот об этом он тут и говорит. Это во всех посланиях. Никакой тайны тут больше нет. Отошел. Спасибо, Христос. Хорошо ответили. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, тогда начнем. Первое послание апостола Иоанна. Первая глава, первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Это он говорит и к улогеям, и к язычникам, которые порочат таинство спасения нашего, как позднейшее. Апостол показывает, что оно и древнее, ибо оно от начала, и современно представляемому в уме началу, или что оно древнее не только закона, но и самой видимой твари, ибо оно имело начало, а оно было и прежде самого начала. Ибо что может кто-нибудь сказать о языческих таинствах, которые появились вчера или третьего дня? Они, сопровождаемые развратом, произошли поздно, тогда, когда уже в людях желание чистота, в которой разврат тот служит как бы верхом и памятником, и через которую мы из хорошего состояния дошли до самой темной ночи. Представляя величие нашего таинства, сравнительно его древности, Апостол прибавляет, что оно есть еще и жизнь, с большой буквы. Жизнь, не измеряемая сроком времени, но самобытная, как всегда, сущая у Отца, как и в Евангелии сказано. И слово было у Бога, 1 Иоанна 1.1. Слово «было» означает не временное существование, но самобытное бытие известного предмета, начало и основание всего, что получило бытие, такое, без которого последнее и не могло бы прийти в бытие. «Хотя и о каждом сотворенном существе говорится, что оно есть, например, есть ангел, есть небо, есть солнце и прочее, но, собственно, и совершенно есть один только Сын, при участии которого все приходит в бытие. «Посему и Павел говорит, мы им живем, движемся и существуем» Иоанна 17.28. «Кто прежде слышал об этом из начального учения, тот переходит к видению его «не телесно, но разумно, и не телесными глазами, но мысленными» Иоанна 14.6. «Может быть сказано так и о слове сущем в начале, потому что мы слышали от закона и пророков, что оно придет. Когда оно пришло явно, с плотью, мы видели его и осязали. Ибо Бога, как Он есть Сам в Себе, не видел никто никогда» Иоанна 1.18. «И мы присоединились к явившемуся Слову нелегкомысленно, но, как уже сказано, после осязания, то есть после изыскания в законе и пророков, мы поверили явившемуся в оплоти Слову. «Мы увидели и осязали не то, чем оно было, ибо рот его кто изъяснит» Исайя 53.8, но то, чем оно стало, осязали и умственным прикосновениям, и вместе чувственным, как, например, Фома сделал по воскресенье. «Ибо Он, с большой буквы, был один и не разделен, один и тот же, зримый и невидимый, объемлемый и необъятный, неприкосновенный и осязаемый, вещающий, как человек, и чудотворящий, как Бог». Так говорим мы о Слове, с большой буквы по причине, теснейшего единения Бога с плотью. Пожалуйста, вопросы. Если нет вопросов, идем дальше. Второй стих. Сережа, минуту остановись, разреши сказать. Разрешаю. Бытие, 32 глава, 30 стих. «И нарек Яков имя, месту тому пинул, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Мы как должны понимать, это видел или не видел? Там, говорится, не видел. И дальше. Исход, 24 глава, 10 стих. Тут еще серьезнее вопрос стоит. Ну, можно чуть-чуть взять, маленько пораньше, 9 стих. Как это выглядит? Смотри. Потом зашел Моисей, Арон, Надава, Авиут и 70 старешин израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе, из чистого сапфира, и как самое небо. Видели не один и не два, а видели Бога Израилева. И перечисляется и 70 старешин. Но это еще не все. Исход 24-11-то. Они, он простил руку свою на избранных, а сынов Израилевых, они видели Бога, и ели, и пили. Так вопрос стоит, видели или не видели? Что не видели, ясно написано, и видели, ясно написано. Вопрос. Надо разрешить, чтобы пойти дальше. Для этого и занятия идут, чтобы мы не во тьме были. Ну и как? Разгоняйте этот, сами его навели, сами разгоняйте. Так видели или не видели Бога? Бога никто никогда не видел. Я что, про это не знал, что в Исходе написано? Знал. Отсюда вывод какой? Что они видели? Видели? Ну не совсем так, как Бога. О! Ну поясняй дальше. Как Он есть, они Его не видели. А что? Ну как Он ими явился, они так вот видели Его. Вот именно явление. А если у Бога есть какой-то образ, Он являлся бы в одном образе. Он являлся в разных образах. То в виде ангела, то в виде человека. Вот к Авраму пришли, троица, говорит, пришла, никакая не троица, два ангела и Господь. Там же написано. Это выдумка, что троица была. И икона Рублева, троица называется. Никакой троицы там не было. Это два ангела. Господь отошел, написано, ангелы пошли к Лоту. Это вид. Дальше видел я Его подобные, там начинают, в откровении видел, в виде там сапфира и прочее. То есть, если у Него есть образ, образ был бы один. Он в разном виде, доступном для человека, как-то представить, что было. Но как Бога, Божество, никто никогда не видел, увидеть не может. Вот в прошлый раз я говорил об этом, кто не был. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. В одну секунду. А за один год сколько пролетит свет? Ну, сядь и посмотри, сколько секунд в году и умножь на 300 тысяч. И вдруг обнаружили какие-то планеты, до которых свет долетает за 6 и за 9 миллиардов лет световых. А Бог-то везде во все стороны на тысячу миллиардов световых лет. Как ты его можешь увидеть-то? Вот потому его нельзя увидеть. Бог везде сущий. Поэтому нельзя его увидеть. Но он сделал так, что единородный сын, сущий внедрил отчим, он явил. Кого? Явил Бога Отца. Когда была у нас тут еврейка в общине-то, я говорю, вы вот, мессианские евреи-то, вы не верите, что он Бог. А вы верите? Я говорю, я верю. А вот тогда бы пришел к тебе, как к Закхею, сидеть за столом, что этот творец, ты его поверил? Я говорю, не поверил. Ну, а что спрашиваешь тогда? Она меня зажала, как и... Я признал, что она правильно задает вопросы. Я это знал. Я бы тогда не поверил. Сегодня я верю. Потому что все уже доказано. А тогда ничего нет. Как мессию принять его можно было. Но как Бога? Ну, как Бог? Который вселенную сотворил, и он у меня за столом сидит? Ну, позвольте. За это сразу бы убили. Вот поэтому, говорит, они его когда гнали, Христа, это гоним тебя за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. А то, говорит, нигде Христос не говорил, что Бог. Он показывал и говорил, что Он Бог. Прямо говорил. И поэтому нужно так и понимать, что Он явлен был для людей в доступном для нас зрении. Вот как с маленькими ребятишками и мы ему что-то говорим, и все. Он и ребенок не знает, как. Он даже не знает. Мама оговорил, я слышал, что у меня братьев будет. А откуда возьмем? А мама на живот показывает, а он здесь уже у нас дома. Он гладит живот и не знает, а как он выйдет. Ну, мы его принесем из больницы. Я в больницу пойду, там дяденька нам поможет, чтобы он вышел хорошо. Ребенку по-другому-то нельзя показывать, рассказывать. Ну, капуста, аист. Ну, трудно в это поверить-то. Капуста не хватит. Еще с бочки с капустой. Вот так Господь с нами разговаривает с такими несмышленышами. Все, отошел. Еще Господь указывал на дела, которые он... Доказательство того, что он и есть Мессия, он указывал на дела, которые он творил. Это изгонял бесов и прощал грехи. Кто это мог сделать, кроме Бога, в то время? Михаил, это делал не один пророк. Но то, что он Бог, это нельзя поверить в это. Это сегодня мы просто отметаем здравый смысл и говорю, верую во единого Бога Отца, верую, не понимаю. А тогда все это понимали. Понимали, что вот он мог это сделать, пророк. Явления его были. Он мог доказать. Бесов изгоняли. Было всякое у них. Ну, пророки. А где, Игнатих, значит, написано, что бесов изгоняли? Да не написано. Я говорю, что они власть имели над этим. Власть. Не было такого изгнания. Ну, что изгонял-то, это еще не Бог. Он человеком дает силу. Потому что, поверить, что это Бог. Фома просто в экстазии воскликнул, и Господь мой, и Бог мой. А доказательств никаких-то и не было на это. Апостолу бесов изгоняли. Я воскрешал. Воскресшие-то были уже. У Елисея воскрес, ребенок. Нет, я имел в виду, что изгонять бесов, как имеющий власть над ними, то есть разрушить дом сильного мог только тот, кто сильнее его. Господь, Бог. Человек-то не мог этого сделать никогда. Покуситься на власть сатаны-то. Ну, апостолы же вот заметил. Ну, апостолы, он это, Господь, уже дал им власть такую. А я говорю, до того, имею в виду, что до этого же не было такого явления, чтобы изгонялись бесы из людей. Потому что не было власти у человека над бесами. А наоборот, у сатаны была власть над... И в рабстве-то был человек, а не сатана. Явление необычное. Такого никогда не было ведь. Господь не зря же указывал на это. Хотя бы, чтобы они поверили, что это действительно Мессия от Бога. Я так понимаю. Ну, хотя бы не Бог, а что Мессия. Не от Бога, а именно Бог. Вот. Ну, понятен вопрос. Ну, само изгнание бесов еще не говорит, что это у Бога. Да, да. Ну, хотя да. Уверовать-то, как это? Для уверования... Да, это так важно, что только Христос мог связать сильного. Кто свяжет сильного, если... Христос по Богу связал бы. А до этого связан был, нет, не был связан. Так что, бесов не могли изгнать. Ну, говорят, что пророки изгоняли бесов. Ну, как же они изгоняли? Или не написано у них? Нигде не написано у них. Изгоняли они бесов пророки до Христа или не изгоняли? Давид. Еще раз. Товия, Товия изгонял. Да нет. Как они могли изгонять, если они не были освобождены? Если в рабстве человечество находилось, и Израиль тоже, в принципе-то, еще не было. Голгофа еще не было. Так, Михаил. Давай немножко вернемся назад, раз уж так вопрос заострили. В 12 главе апокалипсиса говорит, на небе произошла война. Не с одним демоном боролись-то, а третью часть сбросили. Значит, Бог дает силу и власть. Потерян возвращенный рай Джона Буньяна. Он там говорит, как они горами кидались, там, ну, это воображение такое. Есть власть, не каноническая книга Товия. Невеста Сара была, ее демон, один, осмолей, караулил и всех убивал. Но он печенью рыбы там покодил, и он бежал оттуда. власть была дана, дана ангелам. Ангел был человеком. Людям многое было дано, но не было этой власти, когда бы смело наступали на вражью силу. Избавим от лукавого и его как будто там не было. Но отдельные случаи были. Иначе бы сатана весь мир погубил. Значит, он не имел доступа. Израиль был огражден. В Ветхом Завете написано «И можешь спать безопасно». Но как можно спать безопасно? Я глаза закрыл даже в камере, и меня любой может перерезать. Ничего не сделает. Это в Ветхом Завете. Так что власть была, принять Мессия мы можем, но Богом никак не поверил бы. Это невозможно, и нельзя мыслить даже. И вдруг нам теперь открылось, что да, Он был Бог. Теперь легко поверить в это. Мы счастливые. Все. Игнать Тихонович, я с Вами согласен. Вера, они поверили уже после Пятидесятницы. Дух Святой им открыл все это. Да, да, да. А до этого они еще были как бы во тьме еще находились. Они еще это не понимали до конца всего того, что происходило с ними. Но Господь ведь, значит, Господь указывал, что Он говорит, Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите, дела, которые твои я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Это Он говорил о том, что доказать, что Он именно послан от Бога, как Мессия, да? Или нет? Иоанн 10 глава, 25 стих. Я спрошу, кто слушает сейчас, вы Есенина считали ответ Демьяну бедному? Кто-нибудь? Считали. Считали. Ну и как сказал? Он как говорит? Он не сказал, что Бог, но Сын Божий, это и Сергей понимал. Он людям везде, и всюду мы видим, говорит, Сын Божий, Сын Божий, Сын Божий, Сын Человеческий. А что как Бог, прямо я Бог, вот так он не говорил. Но все показывал, дальше уже апостолы разбили это и показали. Правильно Михаил говорит, так и было. Все, идти надо вперед. Второй стих. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и мы возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Толкование. Рассматривали то же, что видели собственными глазами и удивлялись. Осязали то же, что исследовали. Связь речи такая, что было от начала, что мы слышали, видели, и рассматривали своими глазами, и что осязали руки наши о слове жизни, которая явилась и которую мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам то есть вечную жизнь, которая есть у Отца и явилась нам. Итак, что мы видели, то и возвещаем вам. Апостол возвестил не так, как мы, во-первых, для кратости речи, потом из неуважения к кельинскому пустословию, далее, чтобы показать, что спасение наше не в словах, но в делах, наконец, чтобы сделать нас внимательнейшими, дабы мы, находя предлагаемое удобно и как бы само собой не рассеялись. Сверх всего богослов хотел неясностью прикрыть то, что выше нечистого слуха и чем небезопасно огласить его, ибо давать святыню псам и бросать жемчуг пред свиньями не согласно со здравым смыслом. Читаем Матфея 7, глава 6 стих. Пожалуйста, вопросы. Нет. Дальше идем. Третья и четвертая стихи. О том, что вы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной толкованием. Что же именно? То, что жизнь, будучи вечной, явилась нам, и мы были очевидцами ее и до креста, и после воскресения. «Ибо один и тот же и приглажден был плотью ко кресту и воскрес той же плотью. А какая вам говорит польза от того, что мы возвещаем вам это? Так, что как через слово мы принимаем вас общники виденного и слышанного вами, так мы имеем вас общниками и отца, и сына его, и Иисуса Христа. А получив это, мы, как прилипившиеся к Богу, можем исполниться радостью. Ибо когда мы в общении с вами, то испытываем величайшую приятность, подобную той, какую радующийся сетель доставляет жнецам при раздаче платы, когда и они радуются тому, что их трудами наслаждаются другие. Так, время у нас на Евангелие закончилось уже. Сейчас, пожалуйста, вопросы можете задавать, какие-то мысли желающие. Апостол Иоанн пишет свидетельствуем, мы видели и свидетельствуем. То есть они как очевидцы всего, что происходило тогда. Мы прошли тысячелетия, а сейчас уже мы этого не можем сказать себе, что мы видели и свидетельствуем. Но ведь мы можем сказать о том, что мы можем и через это преображение нашей жизни, изменение её. То есть мы можем через это засвидетельствовать, что о Христе, о вере, что и Христос жив, хотя его и нету здесь с нами видимым образом. То есть мы как бы продолжатели того свидетельства, которое от апостолов идёт. так, я понимаю правильно, что мы можем свидетельствовать и должны это свидетельствовать. В своём преображении в крещении, молитве, таинству, да? Нет, свидетельствовать о том, что вот как вот допустим апостол Павел он шёл и вдруг для всех оказался в Дамаск пришёл другой человек и уже из Дамаска там этого, он пришёл к апостолам совсем иной, не тот, который был. И допустим, вот Игнать Дихонович рассказывает о себе то же самое, что он в одну минуту преобразился и уже свидетельствует об этом преображении, об изменении своей жизни. То есть он свидетель, хотя по факту не является тем свидетелем, чтобы видел наяву Христа. Я о чём хочу сказать, сказать, что продолжение идёт. Жизнь церковь эта, она не ушла никуда, она всегда есть. Хотя бы если бы даже один человек остаётся, рождённый свыше, церковь остаётся всё равно. Я так понимаю. Христос сказал, и сей я с вами во все дни до скончания века. То есть пришлю вам другого утешителя. А Духи Святом так почему преображает нас? Духи Святой преображает нас. Понятно, что они как одноцовы. Но апостол Павел говорит, мы видели Иисуса Христа. И этим как бы он козыряет что ли такое слово сказать-то не совсем прилично. А Михаил говорит, ну вот мы не видели, так что нам теперь не свидетельствовать? Почему же? Дух Святой преобразил нас. Дух Святой понятно, что Христа уже с нами 2000 лет, но церковь жива образованная им. Это свидетельствует, что он на небесах и с нами присутствует. Ну и потом мы принимаем свидетельство апостолов. Вера через слышание свидетельства апостолов, а вера она действенна во всей Христом как вера она соединяется Христом, преображает душу. Ну так же написано блаженны не видевшие и уверовавшие. Мы Христа то воочию не видели, но мы не видя его уверовали. Жизнь наша преобразилась. Он блаженен, мы счастливы. И об этом мы всем возвещаем при каждом удобном случае. говорим. Даже не видя не участв как бы это уже через тысячелетия мы на равных по сути являемся на равных с апостолами свидетелями воскресения Христова. То есть через наше собственное воскресение мы сами свидетельствуем о воскресении Христовом, о том, что вера живая. Пожалуйста, вопрос задавайте. 15 минут у нас осталось. Тогда вопрос Сережа. Вопрос ко всем. Сколько у человека органов чувств? Быстро кто это отвечает. органов чувств, восприятия окружающего мира? Ну не 5 явно. Сколько? 5. Ну традиционно считается, что 5. 5. Правильно, 5. Перечисляю. Самая большая информация у человека поступает через что? Глаза. Глаза. А боняние? Подожди, подожди. 85% А, нет. 85% глаза. Теперь 9% через уши. Ну мы вплотную уже подошли, там уже копейки остаются только. И вдруг мы впервые во всей Библии только один раз встречаем, вот об этом почему-то я ждал, вы не стали говорить. Иоанн говорит, чтобы ему поверили, что он говорит. И мы слышали, палец один держите открытым уже. Дальше, мы сами видели и сами осизали. Но приоритет отдается ушам. Везде глазам, а тут ушам. почему? Вера отслышания. Видеть нам нельзя, а услышать отслышание от слова Божия. То есть глаза наши считают, а считать тогда только один экземпляр был. Он не говорит о том, что считаете отслышания, отслышания от слова Божия. То есть кто-то считал, а основная масса-то они не имели Евангелия-то. Обстановка нам понятна была. А мы осизали его. А мы можем сказать, что осизали? Мы можем. Верующие православные сектанты не могут сказать. Осизание возможно только в причастии. Реальность. После присуществления у католиков в двух местах соприкосновения с папой, как они теперь стали толковать для себя. И вот теперь три глаза, уши и пощупать. Отсутствует обоняние и вкус. Мы через язык даже в ночи что-то взяли, не знаем, на язык попробовал соль или сахар срезаем. Почему это не взято было? Почему это вышло на первое место в православии? Ладану, свечки, вот именно это вышло на первое место. И везде все. Просвор натощак, причастие натощак, святой воды накропили натощак. То есть у нас пошло совершенно не тем путем уверования. Ну самый беспорядочный праздник, самый бестолковый, ну смута одна, это крещение. Весь город с банками, с клянками. Я работал дворником по Кровскому соборе. И когда уже раскончится все, а во льду там осколков банок, пуговок, там чего только нету. Оно мороз большое, все встывало там. То есть у нас сейчас, вот почему так часто священник-то кодит-то? Он кодит не людей, люди крутятся, не надо крутиться. Он кодит не стены, а иконы, иконы. Ты же не иконы, что ты крутишься-то? У нас тут никто не крутится. Покодил. Икона, а для чего кодит? Вот тут я их поймал. Я говорю, скажи, а для чего ты кодишь? Ну, принято так, ну, примерно-то, то есть, черт Ладана боится, поговорка такая. Так что, ты покодил, и во время службы три-четыре раза ходишь, что они, ты их выгнал, ты отвернулся, они заскочили на иконы сидят или что? Не знаю. Вот не знаю. Ну, у нас у православных везде все надо долбить до конца. Почему эти органы чувств, ям не говорит, потому что тогда они никакого значения не имеют. Но, соприкасаясь с Господом, он слышал от него запах. Слышал, но на это не обратил внимания. Почему? Человек, который в келье молится, он выходит, от него особый запах восковой. Его прям далеко слышно. Вот икона мироточивая, там на всю комнату мироточения запах розового масла, как говорят они там. Вот, я на это обращаю внимание. То есть нам нужно вернуться к слышанию, и к видению. Но видение какое ты увидишь? Христа-то ты не увидишь. Отнеси все это к слышанию, считай. И мысленное воображение даст себе представление, как это было. Для нас видение сегодня даже фильм Иисус по Евангелию от Луки. Это очень сильнейший фильм. Самый популярный, распространенный был в годы Перестройки. Его посмотрели где-то 750 миллионов человек только в первый же год. Иисус называется. Иисус по Евангелии от Луки. Посмотрите. Даже дубль, когда переводили, дублеры были самые лучшие артисты. Так как Михаил Ульянов, там все были задействованы. Лавров, там кажется, даже не выскажешь, кто там нужно вернуться к трем органам чувств. А режиссеры не уникнут займут? У меня Сережа придет. Я нашел это стихотворение Сергея Есенина к Демьяну Бедному. Я не услышал, кто еще его не знает. Можно было просчитать. Это удивительное стихотворение. 19 куплетов всего. Нет, у нас какой-то вопрос хотели еще задать перед этим. давай. Оставь минуты три просчитать. Это очень сильное. Вопрос кто сейчас еще задавал? Режиссера фильма хотелось бы узнать. Найти в браузере, скачать может быть в нацепь. Он есть, вы найдете его. Зарядите Иисус по Евангелии от Луки. Лучшего фильма на религиозную тему просто не было и нет. И я думаю нельзя создать больше. Нельзя. Настолько сильно. Все остальные фильмы, где Иисуса артисты играют, ты их забудешь через минуту. Этого не забудешь никогда. Их кажется 300 человек на эту роль было. Как они отбирали, где снимали, в Палестине, какие люди были. Вообще невероятно. И именно цитируют все по Библии. А тут когда показывают страсти Господни, там говорят совершенно не по тексту. Здесь все точно по синодальному переводу. И при том движение рта, губ почти везде совпадает. На высочайшем уровне поставленный фильм. Когда разрешили его показывать, его по всей стране показывали баптисты. Везде они развозили и показывали. Но православная что? Можно это добавить, Игнать? Сергея спрашивает. Я про этот фильм от Луки. Когда я был неверующий, совершенно атеист, и этот фильм, я увидел его, и он меня просто поразил. Я не знаю, я не мог оторваться от него. Я тогда впервые увидел Христа. И через этот фильм, собственно говоря, телевизор, как Господь делает, даже через телевидение обращает людей к себе. И вот через этот фильм я, можно сказать, впервые встретился со Христом. это мое вот такое было событие. Еще вопросы бывало. Некоторые даже через пародию на Евангелие обращаются к религии. Через такси Лео многие обращаются познакомиться с пародиями, с пасхулями. И бывает, что заинтересуются и приходят вперед. Такое тоже бывает. Не только через хороший фильм приходят. Я тогда задумался о том, что кто-то же такой Христос. Я стал искать. Пускай Игнать Тихонович почитает стих временем. По времени посмотри. Утих Господь неисповедимый. Заметь, сколько времени потребуется. 19 куплетов. Брат Сергей. Демьян Бедный это был поэт. Это придворный поэт у коммунистов. Вот. Не ходил бы ты, Ванек, да вас солдат. Это это его песня. И Сергей Есенин просчитал, как он в газете «Правда» напечатал стихотворение «Евангелие от Демьяна». Не от Луки, не от Матфея, а от Евангелия от Демьяна. И Сергей Есенин не такой уж верующий был, но его это сильно задело. И он написал так. Послание «Евангелисту Демьяна». «Евангелисту» в кавычках, с маленькой буквы. Я часто думаю, за что его казнили? За что он жертвовал своей головой? За то, что враг суббот, он против всякой гнили отважно поднял голос свой? За то, что в стране проконсула Пилата, где культом Кесаря полны свет и тень, он с кучкой рыбаков из бедных деревень за Кесарем признал лишь силу злата? За то, что себя на счастье разделя, он горю каждого был милосерд и чуток, и всех благословлял мучительно любя и стариков, и жен, и крохотных малютах? Не знаю я, Демьян, в Евангелии в кавычках твоем, я не нашел правдивого ответа, в нем много бойких слов, ох, как их много в нем, но нет в нем слов достойного поэта, я не из тех, кто признает попов, кто беззасчетно верит в Бога, кто расшибить свой лоб готов, молясь у каждого церковного порога, я не люблю религию раба, покорного от века и до века, и вера у меня в чудесное слаба, и верю я лишь в силы человека, я знаю, что стремясь по нужному пути, здесь на земле, не расставаясь с телом, не мы, так кто-нибудь же должен дойти поистине к божественным пределам, и все-таки, когда я в правде прочитал неправду о Христе блудливого Демьяна, мне стало стыдно, будто бы я попал в блевотину извергнутую из пьяну, пусть Будда, Моисея Конфуция и Христос далекий миф, мы это понимаем, но все-таки нельзя же, как годовалый пес, на всех и всех вся заклебывается лаем, Христос, сын плотника, когда-то был казнен, пусть это миф, но все же, когда прохожий спросил его, ну кто ты, и ответил он, сын человеческий, но не сказал сын Божий, пусть миф Христос, как мифом был Сократ, и не было Христа, как не было Сократа, так что ж, теперь со злобой подряд плевать на все, что в человеке свято, ты испытал, Демьян, всего арест, один арест, и то скулишь, ах, крест мне выпал лютый, а чтоб, когда тебе Голговский выпал крест, ильщаше с едкою цикутой, хватило у тебя величия до конца, последний час по их примеру тоже весь мир благословлять под тернием венца, а бессмертие учить на смертном ложе, нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, ты не задел его своим пером немало, разбойник был, Иуда был, тебя лишь только не хватало, ты сгусток крови у креста копнул ноздрёй как толстый боров, ты только хрюкнул на Христа Ефим Лакевич Придворов, это его фамилия настоящая Придворов Ефим, Ефим Лакевич, ты совершил двойной тяжёлый грех своим дешёвым балаганным вздором, ты оскорбил поэтов целый цех, и малый свой талант покрыл большим позором, ведь там за рубежом прощат твои стихи, небось злорадствуют российские кликуши, ищу тарелочку Демьяновой ухи, соседушка мой свет пожалуйста откушай, это из басни Крылова, а русский мужичок считая бедноту газета беднота, где образцовый в кавычках труд печатался куплетом, ещё дружней потянется к Христу, а коммунизму мат пошлёт приветом, апрель-май двадцать пятого года вот так спасибо Христос за такое стихотворение за Сергея я в чате выставил поклонщик положить это стихотворение вопрос еще есть это стихотворение было запрещено во время советской власти и когда мне приходилось ездить в поездах беседовать с людьми то как правило это стихотворение я наизусть его знал и считал впечатление очень хорошее так что так что можете так что можете заучить его наизусть так что можете заучить его наизусть будить вероотслышание вероотслышание все все отошел спасибо Христос молимся молимся хорошее хорошее И славнейшую, без сравнения, все раким, без искрения, богослово ровшую, стучущую по городу суток и вечернем. Зайти, Тепечка, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, проверь наши сердца, чтобы в нас была вера евангельская, и мы подвязались за веру евангельскую. Установи мир в сердцах людей через принятие Тебя, Господа и Бога, нашего Спасителя, умершего на Голгофском кресте. Умоляем Тебя, Господи, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. Приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на нее. Защити наших правителей от покушения на них. И всем даруй духовное рождение, начиная с патриарха, папы, епископов и священников. Слава Тебе за эти занятия. В чем мы погрешили, прости нас, Владыка. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С миром Божьим. Отец. Отец.